Привет, ребята! Никогда ничего не терял. Обратил внимание, что когда колотил торт у себя в квартире перед отъездом в село, еще был у меня браслет. Потом я приехал в село, там Леше елку показываю, игрушку, говорю, давайте стырю игрушку. Тоже был браслет. А когда вернулся, в этот день не убирали в квартире. Вернулся уже в квартиру, браслета на мне не было. То ли в костюме этом, то ли на сцене, потерял золотой браслет, что мне дарила зрительница. Обидно, страшно. Вообще такая горе, блядь. На день Святого Николая узнал такое. Так, сейчас встретился женщина ОСБВ. У нас, в том доме, где я живу, боже, такая авария. Выключали, отопление прорвало трубу. Теперь включили... Ой, тут горячучее. Включили отопление, в моей квартире не работает отопление. Что-то там они стравливают. В боковых квартирах есть. А у меня холодно. Хоть ты стреляй. Я не знаю, что я уже там ругаюсь, пишу чат. А что? Они сами ничего не знают. В общем, я купил, хочу сказать, лампочки красивые. Сюда и туда. Я купил, сейчас покажу. Люстру новую купил. Так, это у меня порожки. Вот такие будут. Порожки стелятся вот сюда на соединение. Вот под вот это. Вот тут. Вот тут. И вот там будет порожек. То есть порожки купили. Принтусы купили. Привезут завтра линолеум. Принтусы. И все вот эти соединительные, угловые, боковые. В общем, такое. Но я не об этом. Я купил люстру. Сейчас я покажу. Значит, ребята, вот такие прозрачные лампочки я купил вот на вот эту люстру. Потому что она сама, знаете, стеклянная. И чтобы не матовая лампочка, чтобы матовая лампочка не забирала внимания. Вот сюда сейчас я повешу хрусталь. Понимаете? А на остальные люстры купил матовые. Самые такие классные. Которые только есть. Вот со свечой. Это самое. Сейчас я быстро их вставлю, увидите. Ну и что? Для вас это мелочи. Это мне это подарок. Поэтому для меня это мелочи. Вот так. Так. Кручу лампочки. Для меня это мелочи. Это подарок. Они божественные, ребята. Они божественные. Вау. Во. Во. Так. Они божественные. Вот есть. Смотрите, какие яркие. Так. Вот это такая же. Сейчас одну мутную поменяли. И я шли к вытью. Домой. Прихожу. Сижу на унитазе. Думаю. Блин. Куда тебе это? Не могу понять. Ищу, 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 ищу. Думаю. Может и елку разбирал. Может и то. Может и сё. Нет. Мы елками то, и сё. Просто где-то, ребята. А эти у меня были. Чем она такая жутенькая. Так. О. Ребят, я считаю, что тут цвета достаточно. Так. Вот получается вот такая люстрочка. Смотрите. Не сильно, конечно, так ярко. Но достаточно. То есть, достаточно. Для комнаты достаточно. Если там захотят, будет дополнительный свет там сами ставить. Сейчас покажу люстру. Которую купил. Она такая легенькая. Я не стал тяжелую брать. Вот и такая, ребята, люстра. Вот она легенькая. Вот тоже под свечки. Я думаю, что сюда, в эту комнату, она подойдет. Она легкая. В стиле, как бы, всех остальных люстр. Я думаю, что будет симпатично. Вот Виталик ее приопустит. Она вообще длинная, как бы. Вот эта штука. Она, видите, какая вот. То есть, очень высокая. Такая она не нужна, конечно же. Вот. Но ее можно укоротить, как тебе нравится. Цепочки убираются. И будет, допустим, вот такая. Вот. По-моему, шикарная. 2200 или сколько она стоит. А вчера, конечно, линолеум. Все это 24 тысячи мне надо заплатить. Плюс вот это. Лампочки. Тоже они по 100 гривен, по-моему. Вот эти вот порожки. Оно все вроде как туда-сюда. Но деньги, 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 деньги. Ну, завтра у меня, ой, вообще красота. Когда ярко стало. Хорошо очень. Освещает комнату прекрасно. Прекрасно освещает комнату. Я довольный. Так жалко браслеты, ребята, потерялся. Вообще, никогда не терял ничего. Ну, как говорится, спасибо, что не здоровьем, а вот у деньгами. Как бы так. Так, все, я ухожу. Вот, очень симпатично, да, смотрится люстрочка. Смотрите. Вот матовые как раз туда подходят. Не стеклянные, а матовые. Я специально такие и взял. Очень оригинально. Большинство людей проголосовало за то, чтобы они были без плафонов. Поэтому я тоже за это. Так, все, я ухожу. Свет выключаем. Свет выключаем. А, забыл спросить у нее. Хотел же задолго спросить у СББшницей. Встретился с женщиной, заведующей у СББ. Вот. И забыл у нее, как бы спросить. Господи. Трахбах. Вон, 23 950. Это стоит у меня линолеум. Видите, тоже под паркет сделан линолеум. Ну, посмотрим. Может быть, надо будет, знаете, что засверливать вот это вот. То, ну, видите, как шатается. Ну, Виталик, он сам разберется без меня. Тут, наверное, ДСП такое ходуном ходит. Не прокручено хорошо. Его, наверное, надо будет еще само ДСП прокрутить. Чтоб оно потом не шаталось. Но это, конечно, красота. Все, говорю, Андрей, я сам повешу тумбочки. Он говорит, не сможешь сам. А вот я не помню, как они висели. Идет такой, чтоб... Так, тут узкая. Тут пошире. Тут... Там вот так висело. Это туда. Это сюда. И узкая туда. Я сейчас сам повешу. Ну, а что тут уже чисто, что... Вот этот вот паркет красивенький. Ламинат. А я взял немножко такой, как под дверь. Похож немножко на этот. Ну, другой. Я вот не могу, понимаете. Мне обязательно надо ставить на чай. Ну, как на чай, не на чай, а как бы сверху. Это то, что по чеку. А это еще 500 гривен сверху. Такой вот. У меня в голове вавка. Все, рассчитался с ребятами. Сейчас хочу вам показать, ну, красоту, так сказать. Красоту данного линолеума. Как оно будет сочетаться с дверью. Вот. Такой же у меня этот. Не такой же. По-моему, не такой же. Хотя, может... Неужели я взял то же самое. Такой-то не такой. Понимаете? Вот такой он красивый. Яркий. Видите, тут на каждом... Вот здесь как будто узор. Здесь не на каждом. Здесь вот прямая. Есть такой... Тут видите, мелкий такой, как узенький. Видите, узкие такие квадратики узкие. Вот. Такие. Ну, мне кажется, вот это очень красиво, ребята. Дверям разве не подойдет? Смотрите. Тут есть и темный цвет, который улавливается вот с дверью. По-моему, очень даже симпатично будет. Ну, так примерно. Показываю вам. Насыщенный такой ламинированный сверху цвет. С утеплителем внутри. По 200 с чем-то гривен. Смотрите. По-моему, с дверью будет сочетаться. В нем есть и светлые тона, и темные тона. И везде одинаковые. Везде на кухню, в коридор, в спальню. Везде будет вот такой вот линолеум. Очень тепленький. С подкладочкой вот здесь. Вот. Есть просто голые вообще без ничего. Это вот такой. Ламинир этот, линолеум. Нет, здесь похож, но не такой. Похож, да не такой. Тут вот без утеплителя. Видите? Просто вот лысый. Поняли? А у меня не лысый. А у меня не лысый. Господи, помилуй. Клееное было. Не знаю, это откуда. Интересно смотрится с дверью, как вы считаете. Когда вот все застелится, будет очень красиво. Будет создаваться вид или кафельной плитки, или вамината. Ну, я хочу сказать, что вот это у меня ДВП. То есть, тут деревянный пол, тут бетона нет. В принципе, вообще, я босиком хожу по керамограниту и по бетонной стяжке дома. А здесь дерево, все пол будет хороший. Ну, только надо, наверное, прокручивать вот этот немножко, этот ДСП. Вот это как бы сделать его, сделать его немножко прочнее, что ли. Так. Ну, по-моему, красиво, ребята. Как вам? Похож на вот этот, похож, но не он. Похож, но не он. Тут цвет такой тусклый. А здесь яркий и больше рисунок красивее. Тут как-то узенькие такие перекладинки, тут широкие. Хорошо, мне нравится. Так, узкое, по-моему, сюда. Сюда широкое. Надо сперва вот не повесить. Вот тут, а это вот это. Что Андрей говорит, что я сам не повешу. Андрюха, сомневаюсь о моих способностях. Мои дури, ой, на десятерых. Так. Дури на десятерых. Так. Так. О, не так, наверное. Так, ага, на все. я маленького роста просто все и штаны глинусь сейчас стул провалится уже крисну крутишься как проститутка ну шо это там крутится как проститутка тяжело одно надо хотя бы не повесить если я не повешу он упрется в стену мне штаны не пускай есть одну повесила сука ты такая сука ты сука видите одну повесила она упорлась а ты проститутка че крутилась падла все падла все падла пома проба не сиди спеят да смешно спеят паут ариша кран подтикая кран тоже все надо нанимать людей платить менять кран что вы думаете вот сейчас еще одну и все ребятки повесил все шкафчики виталий по если запускать линолеум ты ему уже проще там этот вытянуть тот засунуть там сколько зайдет и все уже не будет с этими ящиками может дыкаться тут батареи горячие а в нашем доме просто звездец крайнего не найдешь говорят надо воздух ставлять и днем и ночью чтобы какой-то бред вот была авария при заварили в аварии пропала тепло квартире тоже какая заковыристая работа все вот эти уголки все вот это обойти вот там вот под вот этим представьте это сюда завернуть тоже уголок под батареями там эти ниши заковыристая работа будет красивый цвет вот я уже вижу как она красиво но будет можно светлую какую-то под дерево мебель можно светлую брать кофейную мебель она будет хорошо сочетаться от потолоку такой пол пол будет в полу есть много оттенков понимаете и серый подойдет и темный подойдет и бежевый подойдет и кофейный подойдет то есть очень много оттенков спрятано в этом линолеуме он ловит и двери темно видео здесь темные участки которые ловят двери то есть классно смотреться будет хорошо вот порожки к ним эти какой цвета порожки вот смотрите как хорошо порожек тоже как хорошо соприкасается по-моему классно вот это 24000 не все там я купил люстру лампочки 28 наверно тысяч все вместе 20 лампочки это скоро уже финиш ребята теперь мне надо купить я хочу купить наверно бежевые а может вот как считаете бежевые или белые вот брать вот эти гардины еще шторы нужно подобрать правильно со вкусом то есть шторы тут наверно надо еще пор после мебели брать я буду на озерке брать я не буду покупать дорогие шторы в каких-то магазинах на озерке там и женщины не сошьют боже там такие мастерицы нахренаться надо где-то покупать а потом линолеум этот вымоется даже если он испачкается его вымыть хорошо с уксусом вот прекрасно это по моему это по моему кусок вот сюда он будет лежать но его надо не знаю как а он вот так разворачивается и будет ложиться понятно так вот развернется вот эта штука вот так и вот это это сюда будет соединение будет вот этот кусочек и отсюда кусок отрезается постелиться туда вот поняли то есть там тоже поменяется линолеум все хорошо смотрите от мыта блестит зеркало все внутри они тоже всю посуду я сказал вышвырнуть смазать надо и внутри вот стеночка хорошая тут веничек все такой типа шкафчик шкафчик для верхней одежды ну и что-то сложить можно не понял они внутри мыли и наверное внутри не мыли ребята не внутри мне не мыть там внутри это мне надо женщина потом просить иру попрошу спокойно внутри то есть их снаружи снаружи видно вы мыли да я не договаривался внутри я не говорю вот они снаружи хорошо хорошо вымыли вот это все оно было такое знаете как в лэпе вот они все это вымыли эти наружные штучки а внутри наверное вот ну внутри надо будет ира прошлась хорошо помыла не знаю расскажите есть специалисты по вот этому можно без шкурения без того чтобы шкурить каким-то лаком покрыть чтобы она блестела вот такими нейтральным или вот под цвет если такой лак чтобы он потом не обучился как это может быть есть какой-то специалист который готов вот прийти на видео сняться показать свою работу вот ну чтоб покрыть лаком или как-то показать что-то чтоб он сделал какой-то этот самый ну может есть такой специалист я не против я заплачу не бесплатно просто чтоб человек показал как с этим что с этим делать и как это во что это может превратиться вот чтобы был такой человек понятно что нагружать виталика этим не буду даже просить эту виталик с ним там не хорошо отмыли от сша вроде хорошо некой тоже есть бачите пасть если я что-то ощущаю видите то значит она не хорошо отмыто если я могу убрать эту точечку значит ее тоже могли убрать правильно не такие дотошные вот тоже уже издалека вижу шекость 3 переписка чек и все ну все равно все равно по убирали никого она извините достичь цена до карта еще тоже от этого обработать не нравится что это уже как швы а это просто конечно свинство ряд швы расшита это такая работа ужасно швы расшить это лишь можно двухкомпонентной затиркой как-то там обработать куда выходить поэтому